Этих страниц из истории советского футбола не выкинешь. Некрасивых страниц, которые не любят вспоминать в Москве. А конкретно, как в 1968 году столичные журналисты с одобрения верхов советского футбола устроили самую настоящую травлю игроков сборной СССР Ёжи Фасабо и Ференса Медведя перед матчами четвертьфинала чемпионата Европы с Венгрией. Как начальство сборной пошло на явное вранье насчет вышеозвученных игроков, как возмущались в Москве, когда украинские журналисты стали докапываться до истины и провели свое расследование инцидента с причинами отстранения Сабо и Медведя от матчей сборной и как это аукнулось на всем Киевском Динамо. Поехали! Украинские, Венгры, Закарпатской области Ёжиф Ёжифович, Сабо и Ференс Ёжифович Медведь активно привлекались тренерами сборной СССР под свои знамена. Правда, вот пришлось их официально переименовывать на более благозвучные для советского времени имена. Так Сабо стал Иосифом Иосифовичем, а Медведь Федором и Иосифовичем. Причем оба были известны всем соперникам и футбольным болельщикам, как грубияны на поле, которые не церемонились во время матчей со своими оппонентами на поле. Поэтому и было у этой Закарпатской пары прозвище «опричники советского футбола». Сабо того и вовсе в сезоне 1963 дисквалифицировали на целый год и отправились служить в армию. Но об этом при возможности позже. Сейчас разговор про сезон 1968 и как москвичи устроили самую настоящую травлю Сабо, Медведя и всего Киевского Динамо. За два года своего владычества в чемпионате СССР Киевское Динамо набила скомину столичным любителям футбола, причем на всех уровнях, включая начальство в высоких кабинетах, соперников из московских клубов, журналистов и простых болельщиков. Всем им две подряд победы киевлян в чемпионате СССР были как пресловутая кость в горле. Они ведь привыкли к тому, что центр всесоюзного футбола находится в Москве. А тут столица советского футбола плавно перекочевала в столицу украинской СССР, город-герой Киев. И все попытки столичных команд вернуть себе чемпионский трон ни к чему не приводили. Как тут не прийти от такого бессилия и бешенства? Вот и дорывались столичные акулы-пера до всего, до чего можно было придраться. Например, осенью 1967 года киевляне после блестящей победы над действующим обладателем Кубка чемпионов шотландским селтиком, о чем уже рассказал на своем канале, пролетели на втором этапе самого престижного клубного турнира Старого Света польскому гурнику из Забжи. И вскоре известный журналист Аркадий Галинский, только что переехавший из Киева в Москву, выдал на гора унитяжительную статью, что такое театр одного футболиста, который критиковал методы работы старшего тренера киевского «Динамо» Виктора Маслова. То есть акула-пера, не успев как следует осесть в советской столице в качестве корреспондента советского спорта в Москве, тут же начал отрабатывать возложенное на него высокое доверие. Или попросту говоря, начал писать то, чего от него ожидали вышестоящие товарищи из Москвы. Статья была напечатана на страницах советского спорта 20 и 21 января 1968, и стала как бы прологом травли столичными журналистами киевского «Динамо» в том году. Все началось перед первым четвертьфинальным матчем третьего Кубка Европы, который впервые официально стали именовать чемпионатом с Венгрией в Будапеште. За 10 дней перед ответственным поединком сборная СССР 24 апреля провела в Москве товарищеский матч против Бельгии и одержала минимальную победу 1-0. Киевское «Динамо» представляли Анатолий Бышевец с Иосифом Сабо. Последний и забил единственный мяч на последних секундах матча. После встречи с бельгийцами произошло немыслимое. Старший тренер сборной СССР Михаил Якушин неожиданно для всех отчисляет Сабо и Медведя из состава главной команды страны. Мол, такое кардинальное решение было принято на общем собрании коллектива. Ох уж эти собрания коллектива, где все было заранее срежиссировано и где все решения принимались почти единогласно. А тем, кто вздумал идти против воли коллектива, небо в овчинку казалось, потому как следовали неминуемые репрессии. Ведь в СССР коллектив был превыше всего даже семья, которая всего лишь ячейка общества, состоящего на правилах всеобщего коллективизма. Почему Сабо и Медведя отстранили от сборной перед таким ответственным матчем с Венгрией? Статья в «Комсомольской правде» давала исчерпывающие ответы на этот животрепещущий вопрос. По версии московских журналистов и официальных лиц сборной СССР, Сабо ни во что не ставил нормы поведения, принятые в главной команде страны, и требования, которые предъявлялись лучшим игрокам Союза. Мол, хаубек киевского «Динамо» слишком высокомерно и пренебрежительно относился не только к обслуживающему персоналу. Плюс ко всему, под дурное влияние своего земляка попал и Медведь, который начал симулировать недомогание, и после того, как предоставил медицинскую справку руководству сборной, попросту улетел в Киев. А потом, как ни в чем не бывало, сыграл календарный матч чемпионата страны за «Динамо», а это уже ни в какие ворота не лезет. Дальше цитирую. «Нам не нужны люди, ни в грош не ставящие честь коллектива, лишенные высоких гражданских качеств, элементарной порядочности. Подобные люди недостойны футболки сборной СССР, будь они даже сверхзвезды. Мы стоим и будем стоять на том, что игрок сборной команды страны — это прежде всего гражданин, патриот, человек высоких моральных и нравственных качеств. Сегодня мы вправе поставить перед Федерацией футбола СССР вопрос «А заслуживают ли эти люди право играть в нашей высшей лиге? Нам кажется, нет». И подписи внизу этого дневного открытого письма. Альберт Шестернев, капитан сборной СССР, игрок ЦСКА, Виктор Анечкин, «Динамо Москва», Юрий Пшеничников, ЦСКА и для разнообразия грузин Муртаз Хурцилава из Тбилисского «Динамо». Конечно же, как и было заведено в СССР на всяческих собраниях всевозможных коллективов от заводов до школ, подобное безобразное поведение Сабо и Медведя вызвало резкое осуждение. И наоборот, решение руководства сборной после собрания коллектива советской команды изгнать двух игроков Киевского «Динамо» из сборной Союза встретило всеобщий «Адобрямс» по всей стране. Только вот в Украине попытались найти истинную причину таких вот кардинальных действий руководства советской сборной. Корреспондент «Киевской правды» Леонид Галинский не поленился и слетал на базу сборной СССР в подмосковных Вечняках, где команда Якушина готовилась к ответному поединку с венграми. И оказалось, что Анечкин и Хурцилава о том, что они поставили свои подписи под каким-то коллективным письмом, они узнали только из публикации в «Комсомольской правде» и не принимали никакого участия в коллективном собрании сильнейших игроков Союза по этому поводу. Больше того, они о таком даже не слышали и вообще никто из опрошенных игроков сборной страны хоть как не напрягали свою память, никак не могли вспомнить примеров аморального поведения САБО. Дальше большее. Оказалось, что Медведь действительно проводил реабилитацию в московском лечебно-спортивном диспансере и не играл в перерыве между матчами сборной СССР против Венгрии за Киевское Динамо. Ни против Кайрата в Алма-Ате 28 апреля 1-0 выиграли, ни против Пахтакора в Ташкенте 2 мая 2-0, ни против Одесского Черноморца 9 мая дома 2-2. Медведь вместе с САБО вышли в старте команды Деда Маслова уже после повторного четвертьфинала Европейского чемпионата. 15 мая против Московского ЦСКА при 70 тысячах зрителях на центральном стадионе в Киеве. Ёжев Ёжифович, который Иосиф Иосифович, открыл счет в поединке, а Ференс Ёжифович, который тогда Федор Иосифович, сделал все от него зависящее, чтобы столичные армейцы больше одного гола ворота Евгения Рудакова не забили. Динамовцы выиграли 2-1 и вышли в единоличные лидеры чемпионата СССР, опережая все столичные клубы. Конечно же, подобная настойчивость украинских журналистов попросту взбесила и Якушина, и Шестернева, и московских акулпера. Ведь теперь в свете нарытых украинцами фактов они выглядели брехунами, которые наводят на праслину, на Сабо и Медведя. Ответка пошла молниеносно. Тренер сборной упрямо стоял на своем, мол, Сабо не только своими разговорами деморализовал команду, но и, по понятным причинам, отказался защищать честь советского флага в Будапеште, чем и подал дурной пример своему земляку Медведю, который является симулянтом. Поддержал Якушина и капитан сборной СССР. «Сабо и Медведь подвели нашу команду. Их надо наказать. Им не место в сборной. Пусть играют за свой клуб», — говорил Альберт Шестернев. А потом и вовсе вышла статья редактора военно-спортивного отдела «Комсомольской правды» Некаева П. Михалева под возвышенно-патриотическим названием «Честь сборной – честь флага». Редактор использовал в своем материале письма возмущенной общественности в лице как известных на всю страну людей, спортсменов частности, проживающих в Москве, естественно, так и простых советских смертных. Конечно же, резкое высказывание в сторону динамовских изгоев Михалев перемешал со своими едкими комментариями, в которых задавался вектор всенародного осуждения. Причем досталось на орехи не только Сабо и Медведю, или вот киевским журналистам, которые посмели пойти против центральной прессы и вздумали докопаться до истины, но и всему киевскому динамо. Цитирую. «Атмосфера захваливания, ограждение от какой-либо критики, даже при совершении серьезнейших проступков, этакое задабривание футболистов, исполнение с помощью меценатов любых их капризов от квартир до автомобилей, которые иные меняют с легкостью необыкновенной, вопреки существующим законам. Вот та питательная почва, которая способствовала развитию звездной болезни Усабо и некоторых других. Жаль, что журналистам «Киевской правды» и «Рабочей газеты», не хуже нашего осведомленным о проказах некоторых игроков Динамо, не хватило мужества дать принципиальную оценку случившемуся». Как видим, ни слова нет о том, до чего же докопались киевские журналисты. Что смогли выяснить? Зато куча словесной пурги, не имеющей к теме конфликта никакого отношения. Обыкновенная попытка увести читателей в сторону от основной темы, что было и есть присуще для московских СМИ, когда дело касалось нанесения урона их престижу за лживую информацию. А вот, что поведал сам Ёжев Сабо про тот конфликт на страницах газеты «Спор день за днем» от 29 октября 2009 года. В 1968 сборная готовилась к четвертьфинальному матчу чемпионата Европы с Венгрией. Вас, ведущего игрока, неожиданно отцепили от команды. Легенда гласит, что всему виной венгерские корни. Ответ. Красивая легенда, не более того. Мы готовились к игре в Вишняках на учебной базе Комсомола. Там всегда собирались первые секретари областей со всего Союза. Сыграли товарищескую игру с Бельгией. Москвичей отпустили по домам, а мы – к комсомольцам. Вечером они уже все пьяные. Прохожу я по коридору, вдруг слышу вслед от комсомольца «О, бездельники приехали! На Грина мы им только платим!» Так меня это задело, сцепились мы с ним. На завтра вызывают на ковер, я игнорирую и улетаю в Киев. Вопрос. Могли впаять дисквалификацию? Ответ. Очень хотели. Однако я в тот период сдавал экзамены в университете. Тут не подкопаешься. Мы же числились студентами. Сессия закончилась, вернулся в «Динамо». После того случая в сборную меня не приглашали в течение трех лет. Как по мне, все ясно. Никаких непонятных причин отказа САБО нет и близко. И как после этого относиться к Михаилу Якушину и Альберту Шестерневу? Как теперь называть тренера и капитана сборной СССР образца 1968 года? Решайте сами. У каждого своя правда, даже если это и не правда. Про самого четвертьфинальное противостояние Венгрии и СССР. Якушин так осерчал на представителей Киевского «Динамо», что на матче в Будапеште их в составе сборной не оказалось вовсе. После поражения на Непштадионе 0-2 Якушин вернул сборную Бышевца и Анатолий забил третий решающий мяч ворота сборной Венгрии 3-0. 11 мая 1968 года сборная Союза провела один из лучших матчей за всю свою историю. Более подробно видео СССР-Венгрия 3-0. Единение народа и сборной 1968. А дальше были сплошные разочарования в выйдя невыхода на Олимпиаду 1968 в поединках с молодыми чехословаками 3-2 и 0-3, о чем тоже рассказал на своем канале. И четвертое место в финале четырех на евро 1968, о чем тоже у меня есть отдельное видео. Якушина, кстати, много кто критиковал за его приверженность к игрокам столичных клубов. Мол, Киевская Динамо разрывает всех в стране на протяжении трех лет, а старший тренер сборной СССР почти не обращает внимания на сильнейших игроков Союза, потому что они представляют команду не из Москвы. Но это, как по мне, прерогатива тренера, кем комплектовать свою команду. С вами был Саныч, до новых встреч!